Всем привет с вами Мистери. Айны. Являются ли они самым древним народом на Земле? Какой живущих ныне народов наиболее древний? Некоторые народы действительно сохранили свое название с довольно давних пор, да и живут, по-видимому, в тех же местах, что их предки, то есть являются автохтонами. Речь идет не о группах близкородственных народов. Так, например, некоторые народы Северного Кавказа считают себя родственниками шумеров. Это может быть и так. Но все же это не сами шумеры. Будем иметь в виду отдельные этносы. Поэтому, например, аборигены Австралии или индейцы Америки, будучи как совокупности весьма древними, не могут считаться древнейшими народами. Внутри каждой этой группы множество отдельных этносов или племен, возникших сравнительно недавно, ограниченными историческими народами. На Ближнем Востоке каждый народ, существовавший с глубокой древности, хочет прословить самым древним. Например, армяне или греки. Насколько современный народ относится к древнему, носившему то же имя? Но будем считать, что это один народ, только сильно изменившийся со временем. Те же армяне известны там, где они живут по историческим источникам с 8 века до нашей эры. Раньше там жили урахты, которых больше нет. Греки и ахейцы создали меккенскую цивилизацию в начале 2-го тысячелетия до нашей эры. Прежде, по известиям самих греков, Элладу населяли пеласки, также давно исчезнувшие. Но, очевидно, преимущественно в древности у народов Ближнего Востока, какой из них древнее, сохраняясь ли до наших дней прямые потомки древних египтян. Коптский язык, используемый в богослужении коптской христианской церкви, есть сильно видоизмененный древнеегипетский язык. Но то язык, а сами копты, ничем, кроме веры, не отличаются от окружающих арабов. Евреи, опираясь на авторитет Тора, считают себя древнее египтян. Ученые производят аргументы в пользу того, что современные евреи имеют весьма отдаленное отношение к библейским. Евреи упоминаются в древнеегипетских источниках не ранее, а в 18-го века до нашей эры. И в Египте они никогда не жили, а пришли из пустыни. Поэтому по отношению к евреям, асирийцы должны считаться более древним народом. А они достоверно известны с 18-го века до нашей эры. И пожалуй, что ни один народ на Ближнем Востоке не сохранил свое название со столь давнего времени. Шумеры, Эламиты, Вавилоняне, Халдеи, Армеи, Хананияне, Финькиица все исчезли с лица земли. Разумеется, сами общности, а не их потомки. Китайцы моложе многих. То на Ближнем Востоке, но цивилизация там не древнее, чем в некоторых иных местах. В Индии и Китае она ничуть не моложе. Первая цивилизация в Индии вдоль реки Инд существовала с 28-го века до нашей эры. Правда, мы не знаем языка ее создателей. В любом случае, это были исчезнувшие этносы. Китайская историческая традиция возводит возникновение первых государств Китая к 28-му веку до нашей эры. В это время образовалось легендарное царство Шан-Инь. Долгое время европейские ученые не признавали китайскую традицию, но в итоге согласились. С тем, что китайцы сам древний народ. Сегодня многие легко согласились бы. Но мы договорились считать народ не только по преемственности развития, но и по самоназванию. Самоназвание же китайцев неоднократно менялось от тысячелетия к тысячелетию. Современные китайцы называют себя Хань. Это самоназвание появилось только во II веке до нашей эры. Вывод китайца значительно моложе, как народы греков, армян и перцев, не говоря уже об ассирийцах и евреях. Но разве самый древний народ обязательно должен был создать в прошлом высокую цивилизацию? Разве на периферии в тени исторических народов не мог скрываться какой-то народ, который с незапамятных времен населел свою землю? В высоких долинах Кашмира живут бриши. Их язык не соприкасается ни с каким другим языком земли. Их происхождение неизвестно. Скорее всего, это потомки древнейших жителей Северного Индостана, изгнанных последующими арийскими пришельцами высоко в горы. Когда и откуда предки бриши пришли в Индию, достоверно неизвестно. Есть группа народов, называемых условно палеоевропейцами. Эти народы, населявшие Западную Европу до прихода туда индоевропейских племен, в нынешней Европе только баски говорят на доиндоевропейских языках, но сами баски какая-то сформировались только в средние века. Так что самым древним народом они быть не могут. В отличие от палеоевропейцев, палеоазиаты весьма представительная группа в настоящее время. К ней относятся многие коренные народы Севера и Сибири. Кеты, итальмены, чукчи и так далее. Все они потомки первопреселенцев, аборигенов этих негостеприимных уголков планеты. Судя по времени проникновения людей отсюда в Америку, в Северо-Восточной Азии начала заселяться не позднее 20-30 тысяч лет назад. До прихода японцев на острова, получившие их имя, там жил загадочный народ айнов. В условиях каменного века предки айнов, тем не менее, смастерили первую на земле керамику еще в 13-м тысячелетии до н.э. а первые люди на японских островах появились не менее 32 тысяч лет назад. Судя по археологическим данным, вплоть до вторжения предков современных японцев, других крупных миграций на острова не было. Можно было бы сказать, что в споре между чукчами и айнами, за право считаться древнейшим народом на земле, первое слово, по-видимому, пока за айнами. Но, разумеется, ни те, ни другие древнейшим народом не являются сами, они, как и от нас, являются продуктом сравнительно недавнего исторического времени. Поэтому, если говорить о народах не только с самоназванием, но и с этническими традициями, сохранившимся языком, то первенство в древности, по-видимому, за ассирийцами, чьи язык, как признали учеными, мало изменился со времен Ашурбан-Апала.